Во всех вооруженных конфликтах последних десятилетий используется импровизированная военная техника кустарного изготовления. Различные вооруженные формирования, готовясь к боям, устанавливают на доступный транспорт имеющееся оружие того или иного рода. Некоторые производители вооружений готовы предложить подобные решения, но сделанные уже на профессиональном уровне. Так, на основе чужого опыта и своих разработок российская промышленность создала многоцелевую боевую машину «Самум». Проект «Самум» – сверхмобильная артиллерийская многоцелевая установка «Модернизированная» – впервые был представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Он был разработан Подольским электромеханическим заводом, имеющим опыт работы в области легких артиллерийских систем и средств управления ими. Основное вооружение – 23-мм автоматическая зенитная установка ЗУ-23-30М1-4, проверенная временем ЗУ-шка только уже с новыми прицельными приборами – лазерный дальномер, приборы ночного видения, баллистический вычислитель. Дополнительно на платформе может размещаться ПЗРК-игла. Полноприводное шасси с колесами от БТР-80 и клиренсом в 50 см позволяет пройти почти везде. Двухсотсильный двигатель ЯМЗ может разгонять 6,5-тонную машину по шоссе до 160 км в час. При производстве машины часть элементов были заимствованы у Урала. Базовая броня по третьему классу защищает экипаж от автомата и пулемета. Управлять вооружением можно как из кабины дистанционно, так и традиционно, сидя на пушке. За вращение орудия отвечают электроприводы, а если они выйдут из строя, наводиться можно по старинке – маховиками. Скорострельность каждого орудия – 1000 выстрелов в минуту. Машина может эффективно бороться как с воздушными, так и наземными целями. Для хранения боекомплекта предусмотрена специальная ниша. На одной заправке машина может пройти тысячи километров. Экипаж состоит из трех человек. В его состав входит водитель, командир и наводчик. На марше они могут располагаться внутри защищенной кабины, во время боевой работы в зависимости от текущей обстановки как внутри, так и снаружи. Продолжение следует... Продолжение следует...